Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, добро пожаловать в Мирный. Ну, первый вопрос. Вы только что из Айхала из Удачного. Как там прошел фестиваль настроения? Несмотря на то, что на улице было холодно, в зале было чертовски горячо. И, если честно, все участники, кто приехал из Москвы вместе с нами, были очень удивлены тем уровнем организации и той вовлеченностью, которую показывали все, кто посетил фестиваль в Айхале и в Удачном. Но сегодня вот мы на таком чемпионате по баскетболу. Он проходит достаточно необычной манере с музыкой, с группой поддержки, с подтанцовкой, с номерами. Скажите, вот эта манера проведения игр, она должна везде так проходить или это такой более показательный формат? Ну, вот как раз нет. Я считаю, что ее нельзя назвать необычной. Это, наоборот, нормальная, классическая, стандартная, я бы сказал, манера проводить игры. Вот мы в Лиге ВТБ за последние два года как раз сами переживаем эту революцию, перехода от спорта к красочному шоу, красочному развлечению. И пытаемся донести до всех, что даже в малых городах спорт может быть популярным, если это превращается в досуг. И вот хороший пример. Мы стараемся, чтобы всем было весело. Если говорить о единой Лиге ВТБ, то как раз таки спорт в малых городах. Насколько трансляции баскетбольных матчей, они способствуют этому? Насколько популяризация спорта, она действительно важна именно на телеэкране? Я бы сказал так. Сейчас борьба за зрителя с одной стороны обострилась, а с другой стороны, несмотря на все огромное количество контента, который есть, пожалуй, только спорт способен преподносить сюрпризы. Поэтому мы сейчас в выигрышной ситуации. Человек может получить, это называется видео-он-демент, да, видео по запросу, получить практически любой контент, просто сидя у себя дома, лежа в кровати. Но только спорт – это такое аналоговое зрелище. Настоящие эмоции можно получить только смотришь, когда спорт в прямом эфире. И в этом смысле у нас есть перспектива, и нам надо донести до всех, что баскетбол в России жив, что это классное зрелище, и что есть, что посмотреть. Здесь все логично, в малых городах тем более. Вы говорите, что баскетбол в России жив, то есть есть мнения, которые хотят доказать обратное? Или есть мнения, возможно, похожие? Ну нет, я бы сказал, что скорее речь идет о конкуренции. Дело в том, что есть уже состоявшиеся лиги с огромными бюджетами, ну, в частности, это, наверное, в первую очередь КХЛ хоккейная, плюс вся эта атмосфера и хоккейные традиции, которые у нас есть в стране. Но, тем не менее, есть и альтернатива, и, на наш взгляд, надо донести, что эта альтернатива реализуется в стране на очень серьезном уровне. Ну, плюс у нас играют команды и из ближнего зарубежья – это Беларусь, и Казахстан, и страны Балтии. Если говорить все это о видеоконтенте, тоже промекнуло слово, ведь сегодня Единая Лига ВТБ – это не только баскетбольные матчи, это огромный портал. На что делает ставку лига? Ну, по-честному, задача лиги так или иначе – производить видеоконтент. То есть это прям задача непосредственно самой организации? Ну, это, наверное, задача любой профессиональной лиги, да, как организации – производить этот контент и продавать его, популяризовать его каким-то образом. В этом смысле наши усилия сконцентрированы на двух основных вещах – это производить видеосигнал максимально качественно, максимально в соответствии с мировыми стандартами, а во-вторых, окружать этот базовый контент, в сущности, игры дополнительным контентом. Это лучшие моменты, хайлайты, десятки каких-то избранных моментов, интервью, истории игроков, возможно, попытка создать некий легендарный статус вокруг тех или иных игроков. К счастью, у нас есть впервые, кстати, в истории лиги настоящее противостояние – это Алексей Швет, который недавно вернулся из НБА, и молодой Сергей Карасев, который сейчас ему бросает вызов. Это очень здорово, рейтинги фантастические. Вообще, если говорить о таких историях, то насколько лига сегодня может их предложить? То есть если мы говорим здесь о личностном противостоянии, то есть есть ли у нас команды, которые действительно по своему статусу, по своему накалу, одни из главных лидеров турнира? Я бы сказал так. Лига ВТБ – это по популярности турнир, очень похожий на испанскую баскетбольную лигу. У нас есть приблизительно 5 суперклубов, каждый из которых может выстрелить. И вот эта вот борьба в пятерке – это такой своего рода отдельный мини-турнир, который наблюдать безумно интересно. Это ЦСКА, которые являются, впрочем, недавно были чемпионом Евролиги. Это Химки, которые сейчас играют в Евролиге, где играет Алексей Швет и состав фантастический. Это очень крепкие команды Уникс, Локомотив Кубань и Зенит, которые претендуют, собственно, тоже на чемпионство. Иногда им чего-то не хватает, но борьба за выход в финал жесточайшая – это очень интересно. Помимо вот этого продукта, я бы сказал, что есть еще две очень интересных вещи. Первую вы увидели в прошлом году. Это матч всех звезд, который прошел в Сочи, собрал 12 тысяч человек. Там был Иван Ургант, там был Эл-1. Там было просто здорово, и это был фантастический продукт. В этом году мы его повторяем. Кстати, в Санкт-Петербурге там тоже будет Ургант, будет еще одна звезда. Мы пока не анонсируем, но, поверьте, этот уровень будет мировой. И есть еще один продукт – это финал четырех. В этом году мы его пробуем впервые. Это формат, когда четыре лучших клуба определяют, кто станет чемпионом на одной площадке за очень короткое время. Всего лишь четыре игры. То есть, как Блиц-турнир. Полуфинал, финал, Блиц-турнир, да. И мы приложим все усилия, чтобы этот Блиц-турнир был проведен по форматам, по стандарту, заданному нами во время матча звезд. Чтобы это было красочно, классная арена, великолепное оформление, видение честное и непредвзятое судейство. И, конечно, классный баскетбол. Вот, кстати, от этих форматов все-таки здесь сплетаются элементы шоу-программы, элементы такого, ну, реально драйва, мероприятия драйвового. Насколько здесь в баскетболе важно это? То есть, это все-таки спорт или все-таки это шоу? Я бы сказал, что это не то, не то. Это должно восприниматься и быть бизнесом. Бизнес, который сочетает в себе элементы шоу, элементы спорта, элементы масс-медиа. И вот когда это отношение окончательно в голове тех людей, которые вовлечены в управление лигой и управление клубами, окончательно оформится, тогда можно будет сказать, что первый шаг сделан. Конечно, принято говорить, что это спорт, и спорт безумно важен. Но спорт без обертки, без обертки, это, конечно, не совсем конкурентоспособный продукт в наше время. Если говорить и продолжать об этом, то я имею в виду задачи лиги, то насколько сегодня есть задача именно притягивать регионы, расширять географию присутствия? Я думаю, что задача такая стоит остро, потому что клубов, на наш взгляд, могло бы быть больше. С другой стороны, мы сейчас опираемся даже не только в экономику, в клубную, когда надо искать спонсоров, сколько в отсутствие необходимой инфраструктуры. Потому что, в сущности, практически нигде в России нет арен, которые удовлетворяли бы требованиям Единой Лиги ВТБ, а понижать их ниже тоже не хочется. В частности, мы просим, чтобы арены были вместимостью хотя бы 3000 человек. Например, стандарт Евролиги – это 10 тысяч человек. И эти требования, они обусловлены не каким-то просто желанием сделать побольше, а попыткой вывести клубы на некий уровень финансовой стабильности. Когда Евролига, например, просит 10 тысяч, это означает, что они посчитали, что хотя бы 30% дохода клуба может формироваться от билетной программы. 3000 в России никогда не дадут такой гарантии. Ну и, может быть, есть невысказанный вопрос, а можно ли собрать 10 тысяч на трибунах малого города? Да, совершенно верно. Ну, я всегда привожу в пример Каунас, город, где меньше 200 тысяч человек живет в Литве, где играет Жальгерес легендарный, и где все билеты, все абонементы проданы до начала сезона. И там 15 тысяч человек на трибунах увидеть вполне реально. Поэтому с людьми надо работать, и особенно в малых городах, где, скажем так, народ не так избалован всеми видами зрелищ. И любимая команда это то, что, в принципе, может объединить весь город. В рамках своего визита, в рамках фестивального настроения вы очень плотно работаете со школами, бываете в школах. Вот как раз по инфраструктуре, насколько сегодня в учебных заведениях есть возможность хорошо преподавать, в том числе баскетбол? Да, есть возможность. Но все говорят, что нет тренеров. Ну, да, самый частый вопрос. Я бы сказал, что, наверное, это очень неправильно. Здесь пришла пора перейти скорее к менеджерской позиции. Есть шикарные залы, везде есть шикарные залы. Что в Айхале, что в Удачном, что здесь. Ну, посмотрите, это супер. Должно быть время для тренировок, должны быть условия. Возможно, организован какой-то турнир. Для этого не надо быть специалистом, достаточно быть просто менеджером, управленцем. А что касается тренировок, то все тренировки сейчас доступны онлайн. Есть великолепный проект Андрея Кириленко, президента Федерации баскетбола, школа 2.0. Там все есть видеоуроки, все описано предельно подробно. Достаточно для того, чтобы начать тренироваться, играть друг с другом, выходить на какой-то новый уровень, может быть, ездить в соседние регионы. И это то, что, в общем-то, лежит в основе всего. То, на чем держится, например, НБА. Если вы знаете, мы ездим здесь не только с баскетболом и мастер-классами, но и с образовательными фильмами. И один из них, один из них, это фильм про Леброна Джеймса и его становление. Не про современного атлета, а про школьника. И вот он начинается с того, что школьный учитель решает создать команду. Они сами подрабатывают, моют машины, продают, я уж не помню, что. И зарабатывают деньги себе на форму и на возможность ездить на какой-то межрегиональный турнир. Все это возможно, это вопрос желания и вопрос, наверное, любви к виду спорта. Вот любовь мы и стараемся к вам сюда привозить. Еще один немаловажный вопрос. Сегодня партнер Единой Лиги ВТБ, городовразующий предприятие, это компания Алроса. И корпорации такого уровня, такого масштаба и часто являются партнерами команд. Здесь есть ли у нас примеры, когда в какой-то большой компании, которая поддерживает какой-то клуб Единой Лиги ВТБ или любой другой баскетбольный клуб, который тоже поощряет занятия баскетболом и баскетбол такой... Практически везде. На самом деле, Лига ВТБ работает с большим количеством спонсоров. И плюс есть клубы Лиги, у которых тоже есть крупнейшие компании. Это РЖД, это Норникель, это Сибур. Можно перечислять бесконечно, но здесь очень важно понимать, что у большинства крупных компаний есть специально выделенные подразделения, которые отвечают за развитие спорта внутри компании, за ведение таких социальных проектов. И Лига ВТБ со своей стороны вот такого рода фестивалями, такого рода кросс-партнерством как раз закрывает, ну скажем так, лакуны, какие-то дыры, если они возникают. Не всем это необходимо. Например, у РЖД есть собственное, скажем так, дочернее общество, которое занимается спортом, это РФСО Локомотив. И они в том числе проводят турниры по баскетболу, волейболу и так далее. В данном случае мы пришли к Алросе и предложили наш опыт, который уже реализуется с рядом компаний. В частности, у нас есть великолепный проект Сибур Кэмп, который в городах присутствия компании, нашего спонсора, проходит уже не первый год. Там идет отбор детей, дети, которые занимаются не один год, имеют шанс попасть в профессиональные лагери. В этом году мы привозили сюда Сергея Быкова и уже здесь, что называется, на берегу договорились, что в следующем сезоне он, возможно, лучших деток заберет в свой собственный лагерь, который он планирует создать. Все взаимосвязано и, скажем так, это то, к чему все идет. Василий, ну вот когда фестиваль готовился, я слышал здесь такое мнение, что вот а почему баскетбол? Ведь баскетбол это не наш вид спорта, вот у нас давайте больше все-таки любовь к футболу. Есть что на это ответить? Ну как, конечно есть. Вот выйдите на улицу, посмотрите на температуру и, честное слово, мне кажется, баскетбол это именно ваш вид спорта. Это идеальный, один из лучших зальных видов спорта. И я, честное слово, не уверен, что возвращаться с мороза минус 40 в зал и смотреть, например, даже на хоккей, будет так же весело, чем возвращаться в теплую домашнюю атмосферу, когда горячий паркет кипят страсти, чирлидеры, танцуют дети, радуются взрослые, бегают москва, это идеальный вид спорта. Ну и плюс нет дорогостоящей экипировки практически. Конечно, это идеальный вид спорта для регионов со сложным климатом, где есть хорошие залы, а у вас все есть. Ну что ж, тогда все на паркет, мяч в руки и на баскетбол. Все на баскетбол, спасибо. Спасибо.